Однокомнатная квартира площадью 15 квадратных метров. Сколько человек могут в ней проживать? Один? Ну, в крайнем случае, два, наверное. А нет, вот в такой, с позволения сказать, квартире в Кустаная живут 10 человек. Все они выпускники детского дома. Почему бывшие детдомовцы вынуждены уже пятую зиму проводить в этой тесной комнате? И когда государство выделит им положенное по закону жилье, выясняли мои коллеги. Однокомнатную квартиру в малосемейке в спальном районе Кустаная выпускник детского дома Николай Жиделев снимает почти за 50 тысяч тенге. Эта крохотная жилплощадь стала для молодой семьи с трехлетним сыном настоящим спасением. Нашлось в ней место и для друзей Николая, таких же выходцев из детского дома. Позапрошлым году у меня жило 17 человек. Я жил на музыкальной школе, снимал. Там было, правда, поболее квадратов, там было по 30 квадратов почти. Там 17 человек, где-то около 20 человек помещалось. И все помещались. Ну, это же неправильно, как не для жизни. Все они оказались здесь только по одной причине. Ни у кого из них нет собственной крыши над головой. Положенное по закону жилье они не могут получить уже несколько лет. Я раньше ходила, мне говорили, вот вы 310-е. Два года прошло. Я думаю, ну, живу пока. Там пускай. Я пошла, я еще выше сделаю. Сколько? 400 с чем-то поставили. Все талончики я сохранила. Сегодня в Кустанае в очереди на квартиру стоят чуть более 2000 сирот. За последние 3 года жилье получили лишь 104 человека. Недавно о жилищных проблемах Николая и его друзей узнали в Ассоциации выпускников детских домов Казахстана. Представители организации прибыли в Кустанай, чтобы лично выслушать нуждающихся молодых людей. Активисты уверены, что проблему решить можно. Вместе они добились встречи с местными чиновниками. В итоге пятерым выпускникам детского дома пообещали предоставить временное жилье в общежитии. Смотря на это, мы видели, сколько таких было проблем в Алмате. Мы же решали вопросы. Там 10 человек получили квартиры. Они не могли просто получить эти квартиры, потому что у них не было правовой понимания, правовой помощи не было. На это они имеют право, на это они что-то не имеют право. Где-то они могут, где-то они не могут. Вот я знаю. Сейчас проблема такая же в СКО.